Сегодня в Чувашии прошло еще одно событие, посвященное Году культуры. В рамках месячника «Белая трость», посвященного лицам с инвалидностью по зрению, впервые прошел межрегиональный конкурс национальных культур «Венок дружбы». Представители каких регионов приняли в нем участие и что их ожидало, выясняла наша съемочная группа. В Дворце культуры «Салют» собрались различные творческие коллективы местных организаций общества слепых из девяти районов Чувашии. Но географические рамки конкурса не ограничились нашей республикой. Вплести свои таланты в «Венок дружбы» приехали и гости из близлежащих регионов – Ульяновской области и Республики Мариэл. Чтобы не сидеть дома, все-таки инвалиды по зрению, очень дома сидеть скучно. И поэтому мы все в клубе, мы все в работе. Правильно, девочки? Да. Мы привыкли, для нас поездки трудности не составляют. А в поездках весело. Потом мы еще посмотрим, что умеют делать другие коллективы. А у нас уже среди них очень много знакомых, потому что мы встречаемся в других городах. Все участники подготовили программу выступления в пяти различных номинациях. Ведь кроме художественной самодеятельности, творческие коллективы представили работы декоративно-прикладного характера. Оценивались и кулинарные навыки. Вкусные конкурсы, как правило, пользуются неизменным успехом. Сохраняя народные традиции, мы испекли и привезли Аллатовский каравай. И вручаем его в дар республиканской организации. Принять участие в конкурсе могли все организации общества слепых. Причем возрастных ограничений нет. Так хором из Марпасадского района руководит 77-летний слепой музыкант. Это как итог какой-то, как эта цель, понимаешь, красивая цель, но это искусство, потому что песня душа народа, да, это лучший обмен песнями, когда морейцы поют, чуваши поют, русские поют. Мы друг к другу, кто песню поет, кто о плохом не думает, так ведь, да, вот и поэтому, а раз поем, значит, и хорошо. Венок дружбы собрал более ста человек с инвалидностью по зрению. И это только начало. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.